Омнамасле, дорогие друзья! С вами снова Ярослав Мудрогородцов и Академия Успеха на Позитивной Волне. Сегодня я хочу обсудить вопрос с вами, как вы думаете, вы? Такой самый часто отвечающий сегодня, к сожалению. Это вопрос расставания с отношениями, вопрос развода, вопрос разрыва отношений между мужчиной и женщиной. К сожалению, это часто отвечающая проблема. Но поскольку я занимаюсь вопросами семейных и межлистых отношений, хочу поделиться с вами опытом моего клиента, одного из моих клиентов, по теме, в которой мы недавно с ним работали. Ситуация следующая. Это девушка, молодая девушка, 20 лет, и у нее закончились только недавно первые отношения, первые серьезные отношения, которые продлились меньше года. И сегодня она в таком состоянии, что она не хочет его видеть, она его просто ненавидит. он ее говорит про нее всякие гадости в соцсетях, через своих знакомых шантажирует ее, говорит, что если не вернешься, то все, у тебя еще хуже будет, в общем, я тебя типа забаню, залью там грязью, и все такое прочее. то есть, ну, ситуация не очень хорошая. Ситуация не очень хорошая, она очень расстроена, уже подумала о том, чтобы уехать со страны, уехать в другой город, окей. Ну, как видно, ситуация печальная, печальная ситуация, и девушка уже который месяц находит состояние стресса. Что с парнем происходит, не знаю, я с ним не общался, хотя я предлагал своему клиенту, говорю, давайте пообщаемся втроем, это будет лучше, потому что я предлагаю всегда, когда есть проблемы в отношениях, всегда лучше решать с третьим лицом. С третьим лицом, поскольку человек третье лицо это специалист, психолог, консультант, коуч, который хочет вам помочь, и он не заинтересован, чтобы у вас развалились отношения, и он не, самое главное, он не участвует в эмоциональных, гормональных отношениях, которые есть у вас в начале, когда мы развиваем отношения, мы же на гормонах все, мы же так прилипли друг к другу на гормонах, мы же ничего не видим, когда мы нарушаем этапы развития отношений, поэтому мы на своих тренингах предупреждаем, показываем очень много примеров, даем возможность на виртуальных играх реальной жизни прочувствовать, что может быть с вами, если вы нарушаете этапы развития отношений, окей, но с этим клиентом он находится в другой стране, поэтому такой возможности нет, в общем, мы сейчас разбираем завалы, которые случились, итак, ситуацию я вам разрисовал, то есть, девушка в рострации полнейшей, она угнетена, она очень расстроена, и я думаю, что парень тоже, и в эти отношения она вложила свое время, свои эмоции, свои чувства, окей, и что мы сегодня имеем, время прошло, время потрачено, а в результате негативной, куча негативных эмоций, и вот человек с этим, с этой зарядкой идет дальше, идет дальше, и в этом состоянии сегодня она, как вы думаете, человек, который находится в таком состоянии, когда он обижен, обозлен на свои предыдущие отношения, способен ли он быть добрым, открытым в сердце, функционировать, вот она учится, решает вопросы, какие-то отношения у нее там с родителями и так далее, может человек, находясь в таком состоянии, полноценно функционировать со своими родственниками, друзьями, учиться и так далее, работать, кто-то работает, конечно же нет, что делать, что делать, сразу вопросы задавать, что делать, что делать, что делать, как вы думаете, что нужно делать, чтобы вот таких ситуаций не было, правильно, нужно себя такие ситуации не вводить, а как их не вводить, просто нужно следовать правилам развития отношений, нужно следовать правилам развития отношений, и у нас есть технология развития семейных отношений, у нас есть этапы развития семейных отношений, когда четко, шаг за шагом, мы проводим клиентов на каждом этапе. Мы ему рассказываем, какие этапы есть, когда клиент готовится. Он прорабатывает каждый этап, и только когда он готов, он начинает строить семейные отношения. Строить их нужно правильно, не перескакивать этапы. Вот такая штука. И когда отношения так заканчиваются неправильно, потому что они неправильные, почему они неправильно заканчивались, разошлись, разбежались, вопрос задать можно. А что, можно так разбежаться и не иметь негативных чувств? Да, вот так вопрос задаешь, а что, можно так делать? Как вы думаете? Ну, конечно, можно. Так должно быть. Когда вы находитесь на этапе выбора, до свадьбы, вы должны быть в таком настроении, так и отношения с партнером, чтобы если что-то не проходит, люди со свадьбы убегают. Или выяснять какие-то такие ситуации, протестировать, если я попал в какую-то стрессовую ситуацию, в виртуальных играх мы это помогаем. Но в виртуальных играх, когда мы проводим партнеров, у вас появляется возможность увидеть свои недостатки, свои проблемы и над ними поработать. Потому что это виртуальные. Но это виртуальные, которые могут конвертироваться потом в реальность. Слава Богу, что вы заранее об этом поработали, посмотрели, узнали, что у вас есть какие-то проблемы, и вы над ними работаете. Тем самым подготовиться к испытаниям, которые могут быть. То есть, по аналогии спорта, если я готовлюсь к персональному бою и знаю, что мой боксер-накаутер, ниже меня ростом, коренастый, и он работает на ближней дистанции, а я привык всегда работать на дальней дистанции, то что я буду делать? Конечно, я буду отрабатывать работу на ближней дистанции, чтобы научиться защищаться и атаковать. Все. Это не значит, что я, в общем-то, да, в процессе тренировочного процесса я понял, что я слабак в этом. Но не значит, что меня надо списывать с олимпийской сборной. Но мы знаем, что у меня есть проблемы, и я начинаю над ним работать. Так же самое в виртуальных играх реальной жизни. То есть, мы тестируем пару, мы тестируем по одиночке также, для того, чтобы выяснить, какие у вас слабые стороны. Согласно вашим запросам, для того, чтобы вы на них поработали. И потом, когда возникнет ситуация в жизни, вы уже будете подготовлены, и у вас проблемы уже не будут. Окей? Так вот, вопрос был задан. Как строить отношения, что если вдруг на любом этапе до замужества, до женитьбы, мы поняли, что мы не подходим к другу, как выйти, чтобы это было экологично, и чтобы не было травм, чтобы не было психологических травм, и чтобы потом опять не начинать все чистить сначала. Что этапы по этапах развития отношений, да, что вам первая причина начинать строить отношения. Мы должны расстаться с прошлыми отношениями, у нас ничего не должно быть, все должно быть обрезано и очищено. Никаких привязок не должно быть. Вообще, ноль. Да, как? Потому что, вы же понимаете, если я не обрезался от прошлых отношений, не очистился, не простил с любовью, поблагодарил за уроки, которые он мне дал, мой партнер, как же я могу идти дальше? Понимаете? Вы же будете там, а ваше ум будет там, ваше сердце тоже будет там. Сердце имеется за чувство, они и там привязаны, они и седа. Окей? А вы должны быть здесь. Окей? И смотреть вперед. Строить тогда отношения. Но вы там. И она вас тянет туда-назад, а вы сюда, и вы развиваетесь, и не туда, и не сюда, и что делать? Вот для того, чтобы в такие ситуации не выпадать, нужно следовать четко по этапам развития отношений. Тогда такие ситуации у вас не будут. Ну, это, так сказать, прелюдия. Теперь что делать, когда человек уже влип в эту ситуацию, вот как мой клиент, влип в ситуацию, хотя, в общем-то, она была знакома, правда дистанционно, опять же, она на другом городе, на другой стране живет. В общем-то, она тренинг у вас не проходила. То есть она имела личную консультацию, понимание, как это все происходит, но, как видно, недостаточно было самодисциплины для того, чтобы этапы проходить правильно. Поэтому мы говорим, что лучше всего, конечно, это делать такие тренинги, отрабатывать в группе, когда есть возможность практиковаться прямо на тренингах, выполняя домашние задания и четко отработать эти все этапы. И самое главное, когда проводятся тренинги вживую, чего мы не получаем вот дистанционно, да, через веб, через камеру, это энергия, мы теряем энергию, живое присутствие на тренингах, она позволяет зарядиться этой энергией, энергией группы, групповая динамика, энергия от тренера, возможность задать вопрос и получить ответ на свой личный вопрос. Вопрос и получить его не только вербально, но и энергетически, да, мы называем вдохновение, что очень-очень важное. Итак, что делаем? Итак, клиент попал в ситуацию, когда она разорвала отношения с своими прошлыми отношениями, ненавидеть его, он ненавидит ее, что делать дальше? Окей? Что делать дальше? Хороший вопрос. Значит, с самого начала нужно посмотреть, что же, делаем анамнез, допустим, мы клиенты не знаем, что происходит, как ты в эту ситуацию пришел. То есть мы изучаем, что тебя привело в этой ситуации, как развивались твои отношения, как ты строил отношения со своим партнером. И мы смотрим, или что-то вы проскочили, или какие этапы вы проскочили по этапам развития семейных отношений. Окей? И когда вы проскочили, значит, мы означаем, что надо вернуться бы сюда, назад, и начать отсюда. Если вы проскочили этап выбора, сомнений, сразу вступили в эксклюзивные отношения, тут сомнения все идет, там, может, там, Вася был лучше, а Петя был лучше, там, Коля, сын депутата и так далее, да, в общем-то. Поэтому, пока ты не сомневался, ты не должен входить в эксклюзивные отношения и так далее. Поэтому, это первое, как проходили этапы развития отношений. Также нужно посмотреть, насколько вы были чисты, самодостаточны и освобождены от прошлых обид и проблем. Не тянуло ли вы что-то туда-назад, когда вы хотите быть здесь, в итоге вы разрываетесь между тем, и туда, и сюда, и вы не там, и не здесь. Вы должны быть здесь, здесь и сейчас, а вы вот там, все в прошлом, да, я весь там, в переживаниях, а должен быть здесь и сейчас. И это проблема, окей? Если ты не здесь и сейчас. Поэтому, смотрим, что мешало, если ты не простился с прошлыми отношениями, у тебя есть какие-то обиды на прошлые отношения. А все начинается, я в предыдущем видео говорил, с кого начинается? С родителей. С родителей. Если ты девочка, какие у тебя отношения с папой? Если ты мальчик, какие у тебя отношения с мамой? Мама, первый твой опыт, с противоположным полом, с пеленок, это твоя мама и твои папа. Каждый дает свою энергию. Каждый дает свою энергию. Папа дает то, что мужчина должен делать, добиваться, получать от жизни. Мама дает то, что женщина. Ты потом будешь получать от женщины, и как ты будешь строить свои отношения со своей женщиной. Окей? Поэтому, смотрим здесь. На примере с моим клиентом, с этим клиентом, у нее проблемы с папой. Проблемы с папой, обиду затаила она в детском возрасте, где-то в возрасте 7 лет. Она затаила обиду на папу, что папа что-то строго ей сказал. И с тех пор она вот эту обиду затаила, держала в сердечко, и никак не могла раскрыться. Закрылась, полностью закрылась. И сегодня девочка стесняется, когда ей говорят, она певица, она очень хорошо поет. И она стесняется, когда на нее обращают внимание. Она певица, понимаете, у нее шикарнейший голос. У нее шикарный голос, она все-таки песни поет, что мама дорогая, я лично сам слушал. И она стесняется петь, чтобы кто-то слушал. А певица предназначена для того, чтобы петь, чтобы ее слушали. Окей. Почему? Ну, я думаю, первая причина, опять же, проблемы с папой. Что когда-то папа ее отругал, у нее она закрылась как воркушечку. А девочка должна получать, что папа, защиту. Получает защиту, и она должна понимать, что я самая лучшая принцесса, я самая-самая-самая. И мне ничего для этого не надо делать, я уже самая лучшая от рождения. И мне мой папа это подтверждает каждый день, каждой минутой, в каждое время общения со мной. И он меня хвалит, говорит, какая ты мне молодец, ты моя принцесса, ты умничка, ты у меня самая-самая лучшая. И такая девочка не стесняется петь. Как бы даже если она вообще там хрипит басом, или как корова там мычит, охрипшая. Она все равно в себе, она прекрасно себя чувствует, она классно, говорит, я клевая. Думаю, наверняка многие вас видели. Обычно девушки стесняются, когда они полные. Ну, думаю, наверняка кто-то из вас встречал такие девушки, которые полные, но она такая шустрая, такая, да, и она и так, и я вот так, и я вот здесь. И тут она показывает свою фигуру, такую помпу, да, и не стесняется, и она чувствует себя просто душечкой такой. А сказалось бы, боже мой, откуда девочка, ты в своем уме, ты посмотри на свой вес, там весишь 150 килограмм, и тут это чем-то гордишься, понимаешь, что гордиться-то нечего. Ну, казалось бы, да, в здравом уме. О чем говорится, что человек настолько все уверен, что она даже в это тело принимает, какое оно есть, она его принимает, и она им просто довольна. Она счастлива, она уверена в себе самодостаточная. Вот такая должна быть девочка при правильном воспитании общения с папой, который позволяет ей открыться такой, какой она есть. Окей? Итак, вот это одна проблема. Она сдаила обиду. И, соответственно, если ты, девочка, обижена на парня, как же ты можешь потом строить счастливые отношения своим новым с парнем? Ты, априори, изначально ты мужчину не принимаешь, ты на него обижена. Любые какие-то его дела, поступки, слова, ты будешь смотреть через призму того, что он что-то за тебя натаил, он что-то хочет, какой-то подвох тебе сделать. Ты ждешь от него какой-то подвох, потому что у тебя уже здесь сознание есть, что мужчины такие, на примере папы. Да? Если девочка 20 лет с папой не имела нормальных отношений, как она может научиться за полгода, за год строить отношения с парнем, если ты не отпростила те обиды самого близкого человека, самого важного учителя в твоей жизни, который пришел к тебе с этой миссией? Да? Почему он тебя обижал? Значит, наверное, от гордыни нужно было избавиться. А гордыня, это что, мешает нам учиться? Гордыня мешает нам учиться. Да? Напомню, опять же, почему гордыня является самым тяжелым грехом. Да? Потому что, когда ты в гордыне, ты уже по приори говоришь, я уже все знаю, ничего делать не надо. Я понимаю, что сам Господь Бог. Блин, если ты сам Господь Бог, тогда какого ты, не задумался, какого ты попал сюда, вот это на землю грешную? Здесь же не рай, понимаешь? Люди небесные, они поднимаются на райские планеты, хотя бы, в материальном мире, я же не говорю о духовном, да? Раз ты здесь, значит, ты грешная. Все мы здесь, на планете Земля, мы все имеем проблемы. Все! Все! От самого высокого до самого низкого, мы все имеем проблемы. Нет ни одного человека, гарантирую, друзья, абсолютно гарантирую. Сейчас для вас новость, я вам открываю ее. Нет совершенного человека здесь, на планете Земля. Ни одного. Ну, если ты только не осознанная душа, которая самостоятельно пришла сюда, в это тело, для того, чтобы совершать высокие задачи. Ну, пример, типа, скажем так, прототип Матхи Трэзи, да, которая пришла для того, чтобы дарить людям добро, любовь и так далее. Да, таких людей очень-очень много, особенно на Востоке, просветенных людей, которые занимаются йогой, которые мистики и так далее. Так вот, если ты простой человек, у тебя есть проблемы. Так что, эй, это порадуйся, ты не один такой. Так вот, соответственно, если ты не простил, имеешь проблемы с папой, Как же ты можешь строить нормальные отношения сегодня с мужчиной, который ты хочешь видеть в будущем, мужа. И практика показала, что это, к сожалению, не так. Вот. Если это вам откликается, если вы чувствуете, что у вас такие же ситуации, подобные ситуации, вы имеете проблемы со своими родителями, там, мужчина, женщина, неважно, какого там с папой или с мамой проблемы, естественно, она отражается на ваших отношениях. Окей, если ты парень, и у тебя проблемы с мамой, ты обижена мамой, мама строго с тобой поводилась, мама тебя ругала, мама, что это уже очень частая проблема, очень частая проблема, и он просто к локругам идет. Насколько, как страдают парни, вот пример простой, да, мама очень строгая была с сыном, очень строгая с сыном, и сын вырос такой, что он со своей женой, он свою жену, он, когда приходил, еще, да, мама посетит, мама-то на него наорет, накричит, он приходит домой и на жену, на детей, и орет, кричит, еще в 10 раз больше, потому что, вы знаете, женская энергия-то усиливается во много раз, окей на мужчине проявляется. И вот так у них происходит постоянно, происходит постоянно. Вот такие штуки. То есть, если вы, то, что сейчас я сказал, если вам откликается, значит, подумайте, проанализируйте сначала, или как отношения у вас с родителями, правильно? После того, когда с родителями, если у вас какие-то претензии к вашим каким-то прошлым отношениям, к сожалению, многие из нас здесь, на территории бывшего Советского Союза, Америка и Европа, где духовность не так сильна, как это на Востоке, имеют отношения больше, чем один, да, потому что мы женимся и разводимся, да, на Востоке такого нет, там другая культура, там женятся один раз, и следует этому. Поэтому нам есть, у кого учиться. Так вот, если у вас есть такие, такой же опыт,